хочу обратиться к россиянам которые нас смотрят интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам комментируйте ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких особенно в российских пабликах чтобы больше людей там в россии знали правду об этой войне полным александр как александр полная елкин александр вадимирович возрождение 22 декабря трогут контракт мобилизованы мобилизована до семей есть жена дети детей сколько двое сколько лет годик и 5 откуда сами родом свердловская область нижний тагил и там же мобилизована до мобилизованной сверхотуре вот и там же свердловская область а как вообще произошла мобилизации сидел дома привезли повестку под роспись с указанием даты и время когда вы явится военкомат а у плен где взяли где-то в донецкой области а населенный пункт в лесу но там горбатьевка вроде горбатьевка когда деревне рядом а когда зашли в украину 9 октября а в плен когда попали 22 октября а какая должность была разведчик разведчик да сколько обещали платить что-то около двухсот как говорили а до этого чем занимались бы там обживались маскировались нет я говорю не на водне а в россии в светловской области по работе проходчик шахтер картер да да среднее специальное образование училище закончили да или что там питу питу а сколько зарабатывали а где на шахтах работали прохочек шахтер нижнем регили там и шахта да и сколько зарплата было 60 70 тысяч месяц до жена чем занимается учитель чего информатики сколько там зарплата учитель за в декрете последнее время у украине что знали ничего вообще ну то есть начальни интересовались зачем вообще в жизни интересуетесь а когда интересоваться дом работают дети и когда телевизор не смотрел особо на интернете смотрели что тоже так мельком пролистнул почитаю но сказали что едете в украину воевать вам сказали то что мы едем на границ на помощь солдатам на помощь солдатам в чем ну просто помогать то что мы в боевых действиях участвовать не должны были а как должны были бы помогать солдатам я не знаю правда не спрашивали не не было ответов а жена не сидела живет мне говорила дурак оставайся дома и все может говорил любому они хотели ну вот сказали не иду и все тогда тюрьма сколько давали бы до 10 у нас здесь может дать черный пакет тоже это же просто удача что мы сидим и болтаем так что лучше 10 лет тюрьмы или черный пакет теперь тюрьма лучше бы было да да выбрали бы тюрьму если возвратить все назад да да не пошел почему война не мою но война это вообще никого вообще ничья да политика интересуетесь вообще на выборы ходите против всех против всех на какие-то предпочтения есть не вижу кандидатов вообще никто не нравится а как так жить вообще ничем не интересуюсь на выборы не хожу и так далее это но это как бы комфортно же версии вот так ну для кого как но для вас или меня устраивает устраивает ничего не интересоваться на выборы не хотите так далее а у вас был сын или дочь сына дочь цене дочь да вот таким хотите чтобы стали в жизни успешными людьми что значит успешным хорошей работой хорошей зарплатой но сколько не знаю как там будет уже когда они вырастут но хорошая работа это что значит вот вы как бы пошел не кассиров в магазине шахтер-проходчик окей для сына шахтер-проходчик окей для сына значит захочет туда но это окей работа ну то есть вы бы хотели чтобы он стал шахтером проходчика будущем это легкая работа хорошая чистая тяжелая тяжелая работа да ну вы хотите льготы а льготы какие льготы 10 лет отрабатываешь 50 на пенсию уходишь а вот вообще вот странная такая вещь вот я когда разговариваю с россиянами они мне всегда говорят о пенсии да вот не 42 будет до следующем году я еще вообще про пенсию не думаю честно вам скажу а это что как бы национальная традиция там с 15 лет начинать думать о пенсии и льготах не знаю между нами разница до 92 года в да ну 11 лет я не думаю вы уже думаете хорошая работа льгота пенсии или в 65 начинать получать или в 50 до 65 ничего много может сделать жизнь это заранее подготовиться к чему чтобы идти там 50 на пенсию не обязательно идти можно дальше работать я серьезно спрашиваю да ну я не подкалываю сейчас да вот многие говорят льготы пенсии льготы пенсии вот когда россияне начинают думать о льготах и пенсии 15-17 лет вы же молодой еще нравится жить в россии а где-то были еще другие страны нет нигде почему никуда дальше екатеринбурга не уезжал почему как-то не приходилось но не интересно увидеть как другие люди живут денег нет ни на чем выезжать не на это проблема ну то есть вы хотите чтобы ваш сын жил так как вы безденежье чтобы не мог никуда поехать посмотреть и так далее я правильно понимаю вот такое будущее вы для своего сына хотите я на шахте недавно работаю а до этого до этого магазине работала погрузчики там 35 тысяч было зарплаты ну хорошо ну то есть если 70 штук вот вы получаете вы сможете куда-то ездить куда накопил денег когда денег накопил съездил куда-нибудь например на море а посмотреть ну вот как бы систематически вы не хотите ездить что-то смотреть сейчас жена в декрете нет я вообще зарплата вот только мои 70 тысяч я вообще говорю так интересно да съездить посмотреть конечно я вам честно это говорю я много стран видел это очень интересно посмотри как другие люди живут и видеть что свердловская область это не топчик наверное да жизнь же она я не говорю что это должно быть самоцелью да ну вот например как бы ну украинцы поэтому хотели войти в европейский союз безвизовый режим и так далее чтобы лучший уровень жизни был потому что они это все видели многие из них я не смотрел телевизор особо вы даже будущее для своего сына хотите такой же как у вас то чтобы вы не могли там ездить и так далее не кассиром вы работали на погрузчике да это успех то что вы стали шахтером-проходчиком успех да а почему это нужно как бы устроиться там нужно было кому-то что-то заплатить чтобы пойти на эту работу нет ну а в чем тогда успех ну это же трудная работа трудная а в чем успех что вы попали на эту работу денежная денежная да нужная профессия хорошо нужная согласен а в чем успех тяжело попасть на шахтера-проходчика там сейчас нет раньше было да потому что это денежная работа нет как говорили раньше тяжело попасть а вы сколько уже там работаете полтора года полтора года да а украине вы ничего не знали вас отвезли политикой вы не интересуетесь да что встанем обнимемся чтобы я бы обнял потому что вы бедный такой но бедный россиянин сидит который пришел воевать в украину ничего не знает ничего не видел ничего не слышал знаю не знаю что что спросить даже обнять по сочувствовать и так далее хотите сказать что-то украинцы за что сказать для вас прошло хотите ли что-то сказать или нет даже не заставляю никого ничего говорить не знаю что сказать можно просто сказать лучше было бы сесть чем прийти к вам убивать но они в другую страну можно было хотя бы это сказать вот на счет сесть и да на счет сесть и да лучше бы сел чем поехал по повестке сюда россиянам хотите что сказать нет можете сказать чтобы садились лучше чем сюда ехали может что-то свиньи за смес различность петлического так скажу кому-нибудь а что там как-нибудь может больше одумается и так сделает так как вы говорите что лучше было сесть чем идти сюда воевать да придут ну кому-то можно не фартануть так как вам правда да придут чем на пакете все возможно